С начала месяца COVID-19 унес жизни 32 жителей республики. Для того, чтобы узнать, как борются с невидимым врагом и как влияет прививка на течение болезни, наша съемочная группа побывала в красной зоне республиканского кардиологического диспансера. Напомним, с начала этого года хирургический корпус кардиодиспансера перепрофилирован для лечения больных коронавирусом. Здесь оказывается высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, осложненными ковидом. Диспансер имеет все необходимое оборудование для самых тяжелых пациентов. Специально для красной зоны приобретен еще один аппарат искусственной оксигенации. Аппарат сочетает в себе уникальные возможности поддержания на длительный срок, в целом около месяца, жизнедеятельности с протезированием основных функций. Это функция легких, когда не помогают стандартные методы лечения в виде перевода пациента на искусственную вентиляцию легких. Это раз. И вторая функция – это поддержание системы кровообращения, искусственное сердце. На особом контроле и те, у кого имеется целый ряд сопутствующих заболеваний. Для больных, нуждающихся в гемодиализе, здесь имеется аппарат «Искусственная почка». За пять месяцев текущего года лечения прошли более 800 пациентов. Каждый четвертый из них с тяжелым и крайне тяжелым течением заболеваний. Наши пациенты имеют свою специфику. Дело в том, что у нас достаточно возрастной состав пациентов. Скажем так, 85% наших пациентов – это люди в возрасте 60+. Особенностью также является то, что наши пациенты имеют тяжелые кардиологические заболевания еще до новой коронавирусной инфекции. Врачи постоянно мониторят состояние больных. Переживают за каждого. Поначалу нам было тяжело в масках, в костюмах. Было тяжело обходиться долгое время без еды, воды. Но к этому мы привыкли. Но самое тяжелое – это все-таки эмоционально. Это заболевание не из тех, что как рукой снимает. Даже после выздоровления долго держится слабость, а дышка – остаточный кашель. От осложнений больше всего страдают легкие. Поэтому им нужна поддержка. Медики учат пациентов заново дышать и делать это правильно. Будем дышать животом. Диафрагмальное дыхание дают. Вдох, живот надув. Дышим спокойно. Нос вдохну. При выдохе живот в стену. В один голос врачи утверждают. В подавляющем большинстве осложнений можно было бы избежать. Будь пациенты привиты от коронавируса. У нас за все время работы с пациентами в кардиодиспансере не было ни одного пациента к нам. Никто не поступал. Привиты уже пациенты. Пожалуйста, бедительная просьба. Сделайте нашу работу несколько полегче. Прививайтесь, пожалуйста. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика.